Сегодня мы с вами поговорим про день рождения. Ну и сначала начнём вот с такого слова. Слово next. Next обозначает следующий. И мы его можем использовать в следующих словосочетаниях. Next winter, next spring, next summer, next autumn. И будет переводиться следующим образом. Next winter, следующей зимой. Next spring, следующей весной. Next summer, следующим летом. Next autumn, следующей осенью. Также это слово next мы можем использовать в следующих словосочетаниях. Допустим, next week, next holiday, next month, next year. Next week, на следующей неделе. Next holiday, следующий отпуск, next month, на следующей неделе. Next year, в следующем году. Теперь вы можете поставить видео на паузу и подписать данные слова к себе с переводом в тетрадь. Они нам сегодня ещё пригодятся. Справились? Тогда давайте их немножко с вами потренируем. Итак, вам даны ребята. Они чем-то занимаются. Давайте с вами скажем, что они будут делать в следующий сезон. Для этого я напоминаю, сначала мы ставим кто. Это может быть девочка, she, может быть мальчик, he, или могут быть дети, they. Затем мы обязательно добавляем will, для того, чтобы показать, что это будет в будущем. Затем ставим действия. Допустим, watch TV, swim, ride a bike и так далее. И затем говорим, какой следующий сезон это будет происходить. Next и на место рыженькой чёточки подставим либо winter, либо spring, либо summer, либо autumn. Допустим, давайте ставим предложение про эту девочку. Мы скажем, she will watch TV next summer. Она будет смотреть телевизор следующим летом. Для того, чтобы вы не запутались, давайте я вам подскажу немножко с глаголами. Skate, make a snowman, ride a bike, make sand castles, swim, play with leaves, go skiing, eat ice cream, go to school. Как пример, давайте возьмем девочку, которая катается на коньках. И как мы составим с ней предложение? Сначала скажем, что она потом будет кататься на коньках следующей зимой. She will skate next winter. She will skate next winter. Сейчас вы можете поставить видео на паузу и проговорить данные предложения устно или записать их к себе в тетрадь. Надеюсь, что у вас получилось и вы справились. Мы с вами можем пойти дальше. Ваша задача будет сейчас прочитать текст и постараться понять, про что же он. Какая же основная идея данного письма. Можете поставить видео на паузу. Готовы. Основная идея этого письма – это, естественно, день рождения. И давайте с вами посмотрим дальше. К нему мы еще немножечко попозже вернемся. У вас будет следующее задание. Давайте для начала вспомним, какой месяц идет за каким. И выстроим это все в цепочку. Начиная с января. Можете поставить видео на паузу и произнести, какой месяц идет за каким устно. Или можете переписать себе в тетрадь. Справились? Давайте так проверим. Первый месяц в году – это January. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Итак, собрали все двенадцать. Именно в таком порядке они у нас идут. И теперь для меня, для вас, будет следующий вопрос. When's your birthday? Когда у тебя день рождения? И на него вы сможете ответить с помощью вот такой фразы. My birthday is on the… В первом пропуске вы подставите число. Of… Во втором пропуске вы подставите месяц. Допустим. My birthday is on the twenty-seventh of March. Напоминаю, что когда вы говорите про число, вы говорите не просто twenty-seven, двадцать семь, а вы говорите порядковое числительное. Twenty-seventh. Вспомним, какие у нас есть порядковые числительные. Это first, second, third, fifth, ninth, twelfth и так далее. Их мы с вами приходили на прошлых уроках. Теперь составьте подобное предложение про себя. Можете поставить видео на паузу и переписать его к себе в тетрадь. Подставляю вместо двадцать седьмого и марта вашу дату рождения. Справились? Надеюсь, что да. И теперь давайте составим с вами следующее предложение. Скажите, сколько вам будет лет в следующем месяце вашего рождения? Допустим, I will be twenty-five next March. Справились? Надеюсь, что да. Мы с вами можем пойти дальше. Итак, чем же вы можете заняться у себя на дне рождения? Вы можете устроить вечеринку дома. Party at home. Вы можете устроить семейный. Обед или ужин. Family meal. Также вы можете задуть свечи на тортике. Blow out the candles on a cake. Также вы можете пойти в кино. Go to the cinema. Можете пойти в парк. Go to the park. Можете получить подарки. Get presents. И также вы можете сделать животных из воздушных шаров. Make animals out of balloons. Давайте с вами устно ставим предложение. Скажем, что можете делать вы. Допустим, I will. Что может делать только именинник. Допустим, организовать вечеринку дома. Или семейный ужин или обед. Или задуть свечи на тортике. А что можете делать вы вместе с вашими друзьями. Начать предложение вы будете с I will. Для себя. С we will. Если вы будете делать это вместе с гостями. Допустим, как в этом варианте. I'll have party at home. Можете поставить видео на паузу. Продолжить в своем темпе. Справились? Тогда давайте с вами проверим. I'll have family meal. I'll blow out the candles on a cake. We'll go to the cinema. We'll go to the park. We'll make animals out of balloons. Можете запомнить эти предложения. Или вы к ним вернетесь еще чуть-чуть попозже. Когда вы будете составлять свое приглашение на день рождения. А заставлять вы будете по следующей схеме. Для начала вы поприветствуете своего друга. То есть напишите Hi и подставите его имя в начало. Затем вам нужно будет описать, когда у вас будет день рождения. И во сколько вашему другу куда подходить. В этих предложениях вы можете заменить дату в первом предложении. Вместо tomorrow завтра вы можете сказать next week, next march, next year. Также вы можете поменять время, к которому должны подойти ваши друзья. Это может быть 4 o'clock, или 5 o'clock, или может быть 9 o'clock. Кто знает. И также вы можете поменять место, куда может подойти ваш друг. Come to my place. Come to my place обозначает приходи ко мне. Ну вы можете пойти либо в парк, либо в кино, как мы это с вами уже обсуждали. Дальше вам нужно будет описать, чем же вы будете заниматься на своем день рождения. Допустим здесь у нас Мы будем играть в игры, будем петь и танцевать, будем кушать очень большой праздничный торт. В своем приглашении вы также можете описать какие-нибудь из этих действий, или взять те действия, которые мы с вами обсуждали на предыдущих слайдах. И в конце вы должны подписать свое письмо. Во-первых, выразить надежду, что скоро увидите своего друга. See you soon. А затем подписать, от кого это приглашение. Допустим тут у нас писала девочка Beth. В конце вы ставите свое имя. Сейчас вы можете поставить видео на паузу, и уже в спокойном темпе самостоятельно написать подобное пригласительное письмо своему другу. А на сегодня с вами все. That's all for today. Thank you for your attention. Goodbye. Goodbye.